Ребята, сегодня с вами говорим про убийц надпочечников. Так бывает, что мы чувствуем себя хронически уставшими, что-то происходит такое, и из-за этого происходит ужасный дисбаланс, дисбаланс настроения, поведения, стресса, и, соответственно, происходят моменты, которые влияют на надпочечниковую даже усталость. Вот опухшее лицо, о чем часто говорит? Это часто говорит о повышенном сахаре, либо электролитном дисбалансе. Также эта история контролируется нашими надпочечниками. Соответственно, сегодня поговорим про то, что не нравится нашим надпочечникам, и это часто газированные напитки, поваренная соль, майонез, лапша, растворимые соки, чипсы. Все это не про здоровье надпочечников. Но другой момент, что любят наши надпочечники? Подсолнечное масло, зерновые, злаковые, морковь, лосось, печень, яичный желток, шиповник. Ну, в общем, это индивидуально. Но наши надпочечники часто разрушаются именно, ребята, именно новостями, именно какой-то тревожностью, именно какой-то ситуацией стресса, страха и нереального страха. Бывает так, что эта история возникает при непереносимости каких-то моментов и, соответственно, влияет на многие-многие ваши жизненные потребности, ваши жизненные моменты. И когда человек себя стимулирует, уставшие надпочечники, кофем, алкоголем, какими-то такими моментами, которые напрягают, они становятся просто существенно разрушающими. И, соответственно, могу сказать, что еда, которая содержит все искусственное, искусственные красители, ароматизаторы, это влияет на серотонин, влияет на дофамин. И, соответственно, это тоже разрушает надпочечники. Надпочечники не любят моментов, которые для вас стрессовывают. То есть, если вы постоянно стрессуете, то здесь мы говорим про улучшающие продукты питания. Это яблоки, чеснок, греча, оливковое масло, ягоды. Это все очень-очень полезно. Но есть еще другой момент. Рукола, кстати, красный виноград, редис, репа. Но еще есть моменты, которые влияют на общий статус. Если, например, идет какой-то стресс, то выбрасывается гормон адреналин. И на адреналине уж четко-четко идут какие-то изменения, связанные с надпочечниками. Поэтому, когда мы с вами чувствуем, что что-то идет не так в нашей жизни, в нашем состоянии, в нашем окружении, надпочечники это тоже контролируют. Соответственно, только едой здесь не справиться. Во многих случаях нужны и минералы, и витамины. И самое главное, нужен человек, который с вами разберет ваши жизненные проблемы. Потому что почки умирают у тех, кто в жизни не очень качественно себя чувствует и реализовывает. Соответственно, могу сказать, что если вы чувствуете, что вам чего-то не хватает, то это нужно решать в моменте. Пишите вопросы. И я создавала пост по надпочечниковой усталости. Там была вся важная информация про добавки питания. Надеюсь, вам это интересно.